Добрый день! Расскажем свежие новости Архангельска и региона к этому часу в студии Валентина Скворцова. В социальных учреждениях региона должно остаться как можно меньше воспитанников. Сделать это можно только одним путем – находить детям-сиротам новые семьи. Эта работа активно проводится в Поморье. Еще больше развивать ее должно объединение усилий областной власти и благотворительного фонда «Арифметика Добра». Соглашение о сотрудничестве уже подписано. «Арифметика Добра» – это Всероссийский благотворительный фонд. Он помогает детям-сиротам обрести семьи, проводит консультации для приемных родителей. В Поморье организация работает три года. С ее подачи больше сотни маленьких северян нашли новых родителей. Соглашение о сотрудничестве, которое благотворительный фонд «Арифметика Добра» подписал с правительством региона, расширяет возможности и направления совместной деятельности. В мае эксперты фонда начнут занятия с персоналом детских домов и интернатов. Будут рассказывать о новых методиках работы с детьми и опекунами. Необходимо прикладывать усилия, и фонд в этом смысле тоже планирует работать, создавать институт профессиональных приемных родителей. Мы называем их ресурсными, те, у которых есть опыт принятия детей с особенностями развития. Фонд готов помочь свести к нулю возвраты детей. Динамика в этом направлении в регионе уже есть. Например, за прошлый год 750 ребят в Архангельской области определили в семьи. Назад вернулись единицы. По итогам за 2016 год количество детей в банке сократилось на 15% по отношению к предыдущему году. Несмотря на то, что каждый год мы выявляем новых, новых детей. В рамках соглашения эксперты фонда предлагают также организовать работу по подготовке детей-сирот, находящихся в социальных учреждениях, к поступлению в ВУЗы. Семье Тимощук остро нужна наша с вами помощь. В пожаре сгорело почти все их имущество. Сейчас семье с двумя детьми просто негде жить. Сейчас пока в данное время мы находимся у соседей своих. Они нам выделили местечко, скажем так, свой домик гостевой. Пока у них. В дальнейшем пока планов еще пока не знаем. Но будем решать этот вопрос, слава богу, и друзья. Обратимся в администрацию, конечно же. Может быть, что-то они нам помогут. Погорельцы нуждаются буквально во всем. Одежде, еде, мебели, деньгах на восстановление дома. Перевод можно сделать по номеру банковской карты или номеру телефона. Все данные сейчас на экране. Если не успеете записать, звоните к нам в редакцию по телефону 211-385. Игорь Орлов поручил региональному министерству транспорта увеличить количество автобусов на пригородном маршруте Катунина-Архангельск. Такую задачу глава региона поставил по итогам личного приема граждан. К Игорю Орлову обратились жительницы острова Краснофлотский. По их словам, местный детский сад закрыт на ремонт. Идет капитальный ремонт свайного основания. На этот период детей направили в другие детские сады Архангельска. Но попасть в проходящие транзитом через остров Катунинские автобусы очень сложно. Транспорт переполнен. Представители городских властей, присутствующие на встрече с губернатором, заверили, ремонт детского сада закончится к сентябрю. Что касается транспортной проблемы, то она будет решена быстрее. В связи с выходом из строя детского сада, утром поток 125 человек. 62 ребенка с мамой, условно говоря. То есть нам, получается, нужен дополнительный выход по маршруту или по части маршрута 125. Сейчас я запишу поручение, чтобы вы просчитали в условиях форс-мажорных обстоятельств провести переговоры с перевозчиком и добавить маршрут. Кроме того, администрация Архангельска задумалась о восстановлении отмененного автобусного маршрута номер 15, который соединял остров Краснофлотский со столицы региона. Федерация профсоюзов Архангельской области приглашает жителей Поморья выйти на первомайскую демонстрацию под лозунгом «За достойную зарплату и жизнь». В Архангельске шествие стартует в 10 утра от Вечного огня. Колонна проследует до площади профсоюзов, где состоится митинг-концерт. В связи с этим с 9 до 12 часов 1 мая будут закрыты для движения всех видов транспорта проспект Троицкий от Логинова до улицы Иоанна Кронштадтского и набережная Северной Двины от Иоанна Кронштадтского до Розы-Люксембург. Информация о том, как в это время будет ходить общественный транспорт, размещена на сайте городской администрации. А в Северодвинске колонна демонстрантов выйдет в 11 утра от Дворца молодежи «Строитель». Федерация профсоюзов Архангельской области, как организатор первомайской акции, вкладывает главное требование – сохранение надбавок за работу на Севере и установление в Трудовом кодексе понятия минимального размера оплаты труда. «Мы считаем, что в МРОД не должны включаться оплата за вредность, оплата за стаж работы, оплата за особые климатические условия и оплата за квалификацию. Мы настаиваем на обязанности работодателей оплачивать проезд к месту отдыха и обратно по фактической стоимости». Администрация Архангельска призывает трудовые коллективы и рядовых жителей выйти на субботник в преддверии 1 мая. Он пройдет 29 апреля. Исправительные учреждения региона активно развивают собственное производство. Например, в пятой колонии под Коряжмой открылась линия по производству майонеза. Местный провансаль с традиционной жирностью 67% в пятой исправительной колонии Коряжмы стали выпускать месяц назад. «Никаких добавок у нас нету. Экологически чисто. И все производство осуществляется с соблюдением санитарных норм и правил, необходимых для производства майонеза». Вся технологическая линия по выпуску майонеза располагается в небольшом помещении общей площади примерно 30 квадратных метров. На смешивание всех ингредиентов уходит примерно полтора часа. Отсюда масса поступает в бак временного хранения и сразу же на дозатор для фасовки. Здесь майонез упаковывается вот в такие контейнеры. На участке по выпуску майонеза в пятерке трудоустроены двое подсобных рабочих. Под контролем заведующего столовой они обеспечивают всю последовательность операции и соблюдение технологического процесса. «Когда готовая эмульсия из модуля переходит с помощью гомогенизатора-диспергатора в резервуар для хранения для дальнейшей дозировки, в этот самый момент майонезы начинают приобретать привычный нам всем белый цвет». 170 килограммов готовой продукции за смену. Такова производительность технологической линии сегодня. Майонез поставляется не только в магазин при колонии. Очередная партия готовится к отправке в исправительные учреждения Архангельска. «Между правительством Архангельской области и УФСИН заключено соглашение о сотрудничестве. И в рамках данного соглашения продукцию, производимую данной структурой, мы продвигаем на потребительский рынок. Особенно, естественно, речь идет о излишках этой продукции». В планах руководства пятой колонии увеличение объемов продукции нового цеха и расширение ассортимента. Закупленное оборудование позволяет выпускать различные соусы на основе майонеза. О развитии событий и тем в регионе расскажем в 16 часов. Не прощаясь.